Всех привет, дорогие друзья, с вами я, Кисло, и сегодня мы с вами продолжаем смотреть Слив и Сталкер 2. Сегодня мы будем разбирать папочку лора, посмотрим всё, самое сочное. Кстати, если вы не смотрели прошлые два ролика, то ссылки на эти ролики в описании будут, и также в плейлисте у меня на канале Слив Сталкер 2. Итак, давайте начнём с первой папки, файлы PDF и Brainstorming. Так, вот он, я уже открыл. Видим, что тут куча регионов, ну то есть локации, всего лишь 9 локаций пока что тут. Тут написано актуально на 16 февраля 2022 года, почти уже год прошёл. Давайте начнём. Я думаю, вот эти вот идеи для поддержания вот этого-то и инструмента особо затрагивать не будем. Давайте регион. Самое вкусное. Малая зона. Описание региона. Общее описание. Задача малой зоны – обучить игрока всем основам механики, с которыми в дальнейшем он будет иметь дело. В большой зоне посетить ясную поляну лагеря вольных сталкеров и новичков. Поговорить с лидером, техником, медиком и торготцем. Узнайте в баре и у костра события в большой зоне. Мобильное ограждение и все КПП разрушаются в конце первой главы. То есть, смотрите, уже мы знаем, что будут главы. Уже, можно сказать, подтверждено. Момент инцидента сигнала на ней часа, за которым следует сверхвыброс. Пережитие боестолкновений с мутантами, бандитами, военными, СОП. Познакомиться с аномалиями и артефактами. Переждать один выброс. Так, основная архитектура. Вилы, шизуки, посиделки у костра, крики плотей. Вода стандартная, особые правила бютификации нет. Непонятно, что это. Окей, погнали дальше. Свалка, наша любимая свалка. Огромное техническое кладбище. Огромное техническое кладбище. После аварии именно сюда свезли горы радиоактивного хлама. Есть остатки построек, встречаются мутанты. Здесь, как и у самого периметра, много новичков. А рядом крутятся бандиты, всегда ищущие кусок пожирни, чтобы без особых хлопот. Ключевые темы. Мусор хранит история зоны. Знание прошлого ключ к будущему. Опасность. Не считая террикона, военторга и в некоторых случаях своры, локации воспринимаются как средние опасные. Угроза всегда рядом, но игрок не вступает в перестрелки на каждом шагу. В чем мистика региона? Центр всего мистического в регионе это зловещая Икс-18, которая хоть и перестала представлять собой что-то значимое после действия стрелка в Тин Чернобыля. Все равно на войне это суеверный ужас на сталкеров. Ходят слухи, что до сих пор на скрытых тайных подземных этажах все еще спят в колбах новые жуткие мутанты, которые только ждут своего часа. Ничего себе, я хочу вам сказать. Так, тут что у нас? Обитатели собаки, кабаны, плоти и прочие. Звуки мелодии, крики бандитов, вороны, выстрелы, так. Легкий локальный дым, будто от горящих покрышек. Глинистая вода. Крупные и средние кучи металлического мустера и частицы авто. Химзавод, вот интересно. Хаб группировкой Варта. Варта будет на химзаводе обитать. Раньше это был Чернобыльский завод химикатов. После аварии, который стал заброшенным, Варта выбрал эту локацию, поскольку это одно из самых уцелевших зданий, как один из стратегических объектов, был хорошо укреплен. Есть подземная часть, в которых находятся медик и торговец. В наружном здании находятся казармы для бойцов. Кабинет Коршунова и его зама Дворенкова. Дворенкова, наверное, девушка, да? Верхняя часть здания делится на две части. Одна обустроена под радиорубку, а другая под карцер. Так, погода. Так, обитатели, собака, кабаны, плоти, кровососы, звуки химических аномалий и бульканье, желтовато-зеленая дымка, бульканье химической воды. Так, а тут скриншоты есть? Нету. Кстати, а вот есть вот тут вот какие-то скриншоты. Акценты на серые и коричневые тона сыграют хорошие контрасты с малой зоной, либо постпроцессом. Горящий мусор. Ну, тут ничего интересного, как я и думал. Так, погнали дальше. Химзавод. Дикий остров. Вот, интересно. Кстати, в следующем ролике, наверное, уже будем смотреть именно карту зоны. Так, это у нас Дикий остров. Что за место? Остров и прилегающая территория в притоке Припяти. Отравлена территория, которая образовалась после подтопления хранилища жидких и твердых отходов ХЖТО. В данное время представляет из себя склад, а также перевалочный пункт. Временную базу хранения отходов из-за попадания едохимикатов из склада прибрежная вода приобрела изумрудно-желтый оттенок. А продолжающаяся химореакция приводит к образованию едкого тумана. Время от времени окутывающийся остров. Основная база бывших бойцов Монолита, которые после событий 2012 года нашли здесь новый дом и организовали группировку «Полдень» под руководством бродяги. Ну, они, получается, мирные будут. Ключевые темы. Ну, нейтрально. Новый дом. Обособлено от всех. Темное прошлое похоронено в темных водах. Шанс на искупление грехов. Идеологический конфликт между Фаустом и Бродягой между тем, чтобы вернуться в Лоно Монолита и жить новой жизнью. Опасность. Опасность на Диком острове представляют в первую очередь не люди, но само окружение. Кислотные туманы, аномалии, глубокая вода, мутанты и ядохимикаты. Все это делает Дикий остров недружелюбным. Игрок должен быть на чеку на Диком острове. Опасность локации средняя. Угроза всегда рядом, но не на каждом шагу. База полдня. Безопасная локация. Вот про это я и говорю, что... А почему они, видимо, ушли после ЗП либо от долга, либо от свободы? Ну, как-то не прижились. И создали свою идеологическую группировку. Понятно. Смотри, после первого акта локация изменяется. После получения полденцами сигналы локации становятся заметно опаснее. Враждебные патрули теперь уже монолиты иногда встречаются на территории. Но это уже не бродяги монолита, а обычные монолитовцы, да? Какая и в чем есть история. Сейчас локация была в Зове Припяти, на Затоне. Они должны быть знакомы для игрока. Однако нужно показать, как изменилась территория за 9 лет. Где-то обосновались бандиты, где-то мутанты, где-то полдень организовал аванпост. В остальном локация формировалась вокруг реки и комплекса из завода по переработке отходов и склада этих самых отходов. Раньше это была одна производственная цепочка, но она давно разрушена. И повсюду есть следы ее деятельности. Преимущественно это техногенные загрязнения и ядохимикатами. Также здесь есть железнодорожная велка, по которой перегоняли цесерны и вагоны с отходами и следы обычной мирной деятельности. Паромная переправа, рыбацкие лодочки и мосты. Возможно мы как раз видели не арт, а скриншот из этого места, где там лодки было. Какие могут быть секреты? Донники в брошенной технике, схроны на заводах в труднодоступных местах. Нижние этажи и подвалы завода, станции, а зимутые склады отходов могут хранить секреты с времен до катастрофы. Среди брошенных цистерн и бочек с ядохимикатами могут попадаться сюрпризы в виде бочек с луниками. Тонники в лодках и понтонах, до которых нужно пропрыгать по реке. В чем мистика региона? Дикий остров часто покрывает ядовитый туман, в котором ты не знаешь, где встретишь мутанта, бандита или аномалию. Этот туман находится, находит быстро и развеивается так же быстро, наводя на раздумья о его аномальной природе. Так или иначе, ни один сталкер заблудился и угодил в аномалию или утонул из-за того, что попал в этот туман. Так, звук волн и всплесковый полн. Так, ну тут видимо что-то должно было написано. Какие-то чередования. Затон. Ооо, наш любимый затон. Так, общее. Ой, сейчас, секунду. Общее. Раньше эта баржа принадлежала Бороде, но теперь ее занял султан. Все-таки бандита, да, который переименовал посудину в Султанск. Отныне корабль Бандитский Притон. Центр, болот, место, где можно купить и продать почти что угодно. Султан старается облагородить это место, добавь ему роскоши и стиля. Но в итоге получается только весьма посредственная показуха. А от обычного убежища для простых сталкеров не осталось и следа. Да, кстати, мы по-моему арта видели, концепт точнее. Ну тут тоже ничего особо, да. Ни скриншотов, ничего. Так, полетели на болото. Болото. Что за место? Высышавшее русло реки Припять, которое превратилось в гигантское по своей протяженности болото. Соединение локации болота из чистого неба и затоны из зова Припяти. Вот смотрите, как-то вот непонятно, потому что в оригинале, в оригинальной игре они прям не рядом находились. Ну окей. Усыпано севшими на днище лодками, катерами и сухогрузами, просло болотной травой и редкими скрюченными деревцами. Болото – спорная территория, излюбленное место для того, чтобы залечь на дно или обосновать базу для всяческих бандитов, ренегатов и прочих темных личностей. Ну, значит, бандосы опять будем отбиваться с чистым небом. Болото – зона постоянного противостояния между группировками бандитов, ренегатов и вольными сталкерами. На болотах всегда неспокойно, их удаленность привела к образованию собственных порядков, в котором не вмешивалась даже варта с долгой и свободой. Ну, то есть, основных группировок там не было. На самом юге болота, за стеной из мощного пси-излучения, находится заброшенная база таинственной группировки «Чистое небо», которая исчезла в 2012 году. То есть, все-таки «Чистое небо» не будет. Хотя, я думаю, в других группировках, допустим, в арте или в долге или в свободе, ну, как в оригинале, будут оставшиеся бойцы «Чистое небо». Опасность. Болото – оспариваемый регион, в котором нет одной доминантной силы. Даже варта не имеет достаточно сил и желания, чтобы полностью контролировать этот регион. Поэтому именно здесь сталкерская вольница чувствуется лучше всего. Это также значит, что в регионе много беглецов, бандитов, эргинатов, 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 эргинаты. Блин. Вот я прочитал ренегатового опечатка, и меня сбила эта опечатка. И прочие маргинальные публики, которые представляют угрозу как для самих себя, так и для окружающих. На болотах нередкие стычки с бандитами, между бандитами и больными сталкерами с мутантами и так далее. В целом, опасность региона – средневысокая зона вокруг лагеря Варты и Карр больше спокойная, так как находится под бдительным надзором Варты. Какие могут быть секреты? Тайники в островах кораблей и лодках, тайники в старых пнях и стволах деревьев, тайники в глубине болот, особые островки на болотах, до которых добраться можно только по особому маршруту, тайники в заброшенных зданиях, подвалы и полузатопленные нижние этажи бывшего военно-научных зданий, загадочная и опасная лаборатория Х-5, рядом с которым расположен лагерь Варты и Карр. В чем мистика региона? Болото издревле считалось местным, где пропадают люди, туман, предательские топи, аномалии, которые плохо видно, кровососы, рыскающиеся по округе в поисках добычи – все это делает болото местным, где очень легко потеряться и откуда трудно вернуться в целом. Однако, концентрация археаномалий и обычных аномалий также означает то, что именно с болот можно вынести достаточно артефактов, чтобы хватило на жизнь. Пускай и не коландайк артефактов, а как в центре зоны, однако хватит честному сталкеру на хлеб, а не честному бандиту на грабеж. Мое почтение. Так, дальше. НИИЧАС. Вот самое интересное. Что за место? Научно-исследовательский институт Чернобыльской аномальной зоны. Ключевые темы – прогресс любой ценой, элитарность комплекса, опасность. До сигнала и возрождения монолита – территория низкой опасности. После сигнала опасность составляют вышедшие из-под контроля аномалии, мутанты и монолитовцы. Ну, короче, что-то на ней часто случится, какой-то капец я чувствую, и все, зона изменится. Какая и в чем есть история? Фу, блин, как-то я много читаю, как-то. В локации раскрывается происхождение сердечников. Мы узнаем о конфликте между НИИЧАС и НТЦ Малахит. Можно коснуться стрелка в роли научного консультанта в НИИЧАС. Ну, короче, стрелок будет, как концепт 2011 года, я чувствую, его и убьют. Кеи могут быть секреты. Тайники внутри НИИЧАС, которые устроят честные на руки сотрудники. Тайники в подземной ветке снабжения. В чем мистик регион? А вся мистика сосредоточена вокруг главного корпуса НИИЧАС. Секретных разработок, которые там ведутся. А есть, интересно, там... Кит-скрин, ну... Скриншотов нет. Жаль. Так, градирня. Так, сейчас увеличим. Что за место? Недостроенная градирня предназначалась для охлаждения ядерных реакторов 3-й очереди, 5-й и 6-й Чернобыльской АЭС. Для работоспособности 3-й очереди Чернобыльской АЭС было необходимо построить две градирни. Одну из них завершили на 80%, а другую только начали строить. 5-й наркблок ЧАЭС именуется также Красная Крепость. Долгое время было сердцем монолита, их главной базой и местом дислокации на протяжении долгих лет. Впрочем, после потери связи с монолитом, они были вытеснены с Красной Крепости, а и на момент начала игры ее контролируют силы варты. А сотрудники НИИЧАСа трудятся над разгадкой секретов пси-технологий, которые сознание, базируясь на излучателях и установках в этом регионе. Ключевые темы. История монолита. Эксперименты с сознанием. Наверное, сознанием. Ну ладно, сознанием. Не случившаяся история. Какая и в чем есть история. Как и упоминалось в описании региона градирни, это регион, максимально отсылающийся в историю монолита, с созданием до происходящего во второй части игры. Ранее он не фигурировал во всей остальной зоне. Все еще можно услышать мистические истории об этом месте, как раньше о ней говорили в качестве главной базы монолита. Сейчас ее занимает варта и НИИЧАС. Но это может поменяться в ходе игры. То есть, может и долг, или опять монолит его захватить, да? Какие могут быть секреты? Тайники, туннели и комнаты. Тайники в недостроенных на блоках и балках. Тайники в отверстиях, в стенах или других труднодоступных местах, куда можно добраться при помощи платформинга. Подвалы и полузатопленные помещения вокруг пруда охладителя. В чем мистика региона? Действия варты и НИИЧАС во многом развенчали мистическую атмосферу вокруг Градирин. Потому там все чаще и все смелее обосновываются сталкеры, бандиты и другие группировки. Впрочем, репутация легко восстановится, если в ходе игры монолита вернет себе свою главную базу. То есть монолит может, то есть монолит все-таки будет в игре. Ну я просто думал, мало ли, монолит просто разрушится и все. Не будет такой группировки, но видимо, монолит все-таки будет присутствовать. При достаточно внимательном изучении региона еще можно найти следы старого поколения. Вот я про это говорил. Возможно, старое поколение имеется в виду форма старая. Что за место? Или старые персонажи монолитовцы старые? Что за место? На цементном заводе находится база долга. Они же контролируют весь регион. Здесь, если и торгуют артефактами, то только из-под полы мутантов, которые сюда забредают, быстро зачищают. А пламенцам и свободовцам никогда не рады. А, а возможно по лору, ну внутренней, возможно команда бродяги пошла к свободе и оттуда откололась. Или наоборот, они были, бродяга был у долга, но потом что-то какой-то конфликт и все. Ключевые темы. Идеология долга и ее эволюция сквозь время. Опасность мутанта долговца, если с ними испорчены отношения. Какие могут быть секреты? Это не киф о технике, слухе, документы долга о темных схемах, слухе, документы долга о деталях раскола. В чем мистика региона? Идеология долга тонкий лета, под которым прячется глубокое озеро противоречия. Эта группировка совсем не такая, какой хочется казаться. Если тут пропадает человек, причина скорее не мутантах, а аномалиях, а в том, что он знал то, что не положено. Интересно, долг будет необычным, да. О, смотри. Облака пыли, если игрок пройдет через них, то может проиграться звук кашля. Живых мутантов на поверхности практически нет. Трупы мутантов лежат кучами после зачистки долга. Света в основном преобладает в серо-синих тонах. Везде проделаны лежат случайные куски и кучи бетона. Везде лежат остатки барахла, долга, шевроны и порвана одежда с их символикой, которую бросили люди, которые разочаровались в группировке. Ну, значит, что-то с долгом будет не то. О, так. Осталось у нас цементный завод, да. Нет, все. Получается, мы все про локации узнали. Более-менее, ну, 9 локаций и про историю и как у них там что. Короче, будет Монолит, вернется новое поколение Монолит. Непонятно, что с бродягой, почему он откололся из старых группировок. Тоже непонятно, что с бродягой случилось, что с долгом. Почему долг как-то себя стало не так вести. Я прям уверен, ну, там сказали, что можно будет артефактами торговать. Видимо, короче, раскололся долг изнутри и он как бы на подшатанное состояние долг, мне кажется, будет. Ну, дальше в документах мы все увидим. Предыдущие два ролика вы можете посмотреть по ссылкам в описании или у меня найти на канале. Не забывайте ставить лайки, подписываться, писать в комментариях. А с вами я был Кислый, всем пока-пока. Продолжение следует...